Рабочую встречу Артур Парфинчиков провёл прямо посреди леса. На этом месте должны появиться канализационные сооружения, но запланированной площади под проект оказалось недостаточно. Для косов на отстойников, в отличие от водоочистных на фильтрах, нужно больше места под резервуары. Зато они дешевле в обслуживании, что положительно скажется на коммунальных тарифах для горожан. Чтобы сделать классический кос отстойниками, надо примерно гектара три. Принято решение перевести часть земли из лесфонда и разместить дополнительные отстойники. Глава проконтролирует это лично. А проблема чистой воды в Медвежегорске была решена в прошлом году. Тогда появилась новая автоматизированная водоочистная станция. Строительством занималась питерская компания «Аквапром Северо-Запад». Вода с Санежского озера насосами подаётся на очистку. Вот у нас трубопровод исходной воды. Здесь установлен расходомер, который отвечает за дозацию и автоматизацию подачи реагентов. Дальше вода расходится на две ветки – на левую группу и на правую группу фильтров. Проходят очистку. Вода идёт сверху вниз. Проходя через свой фильтрующий материал, она выходит снизу уже очищенная. После прохождения фильтрации вода действительно питьевого качества. В этом можно убедиться самостоятельно. Станция способна очищать до 4000 тонн воды в сутки. При этом фактическое потребление Медвежегорска составляет всего 1500-2000 тонн. Илья Лопухин, Максим Зверев, Медвежегорский район.